А почему, собственно, произошедшее в новогоднюю ночь 2016-го, ну вот в переход с 2015-го в 2016-й год, стало известно спустя почти неделю? Чего ж так долго молчали-то? Во-первых, молчат уже полгода. История с изнасилованиями, дан приказ негласной полиции, это ни для кого не секрет уже, о том, что любые истории с изнасилованиями не указывают национальность людей, не указывают, кто совершил погром или... Вот и простая вещь, я захожу в немецкую парикмахерскую в самом центре Кёльна, и женщина мне говорит, слушайте, мне 12 лет, не было проблем, у меня тут стоит центр Кёльна, у меня стоит миллион камер. И первый раз в жизни я прихожу утром и вижу полностью разгромленную, выбитые стекла, полностью разгромленную парикмахерскую, я скромная владельца ее, одна работаю, украдено все, любые лаки, помады, все, что можно было украсить, все украдено, все разбито. Она говорит, я иду в полицию. Конечно. И говорю, послушайте, камеры стоят везде, и у меня, они стоят в парикмахерской, они вокруг стоят, центр города. Полиция говорит, и что дальше? Она говорит, ну, минуточку, вы примите мое заявление, давайте расследовать. Говорит, ну да, а камера вам покажет мигрантов, и что нам с ними делать? Она говорит, арестовать. Говорит, а на каком основе, и как мы это сделаем? Хорошо, мы их узнаем в лицо, найдем. Дальше, в наше действие. Она говорит, ну, это же преступление, вы же тихо страны. Куда? У них нет паспорта. Паспорт рвется, когда люди уезжают в страну. Он говорит, я сириец. А я тебе скажу, я была в лагере беженцев в Германии, и, кстати, долго-долго выискивала, меня не впустили, там как в концлагере, они не впускают журналистов. Я ждала специально людей с человеческим лицом, что называется, да. Нашла парня, вижу голубые глаза, очень хорошая прическа, все. А я так осторожно к ним подошла, он по-английски, я сразу вычислила его, что сириец она, и он сказал, что из тысячи человек, проживающих в лагере, 45 сирийцев. Всего 45! И поэтому, говорит, дальше, говорит, и что дальше? Вот полиция, и объясняет это моей бедной парикмахершей, говорит, дальше, что я буду делать? Я должен вызвать, по идее, консула его страны. Я за консула, он говорит. А это не мое, да. А это не мое. Он говорит, заберите его, пожалуйста, обратно. Он говорит, не могу, потому что я этого человека как гражданина не признаю, я его не знаю. Кто это такой? У нас так его в списках не водится. А где документы? А когда их совершают пакистанцы, афганцы, из Сомали, из Ливии, и стоит черный человек и говорит, что он сириец. Ну, просто лицо смеется, просто сирийский консул, скажу, о чем речь? Куда? Куда их отсылать? В этом вся проблема, понимаешь? Как на него завести уголовное дело, у него нет паспорта. Кто он? По закону ты не можешь иностранцев судить, если ты не приглашаешь, а, переводчика за счет бюджета города, б, представители его, опять же, консульства. А какому консульству он принадлежит? Они сказали, дама, забирайте свое заявление, идите домой. Кошмар. И этим заканчиваются абсолютно все преступления, которые совершают беженцы. Потому что они не подпадают ни подо что. Их вы легче дать пинка, никто же не был осужден за изнасилование женщин. Да, да, вот я как раз хотела сказать, более 600 заявлений. Ни одного результата. Потому что полиция просто, во-первых, им все, им приказ дан, все спускают с рук, потому что нет законов, которые не подпадают. Это люди без паспорта, люди без консульства, и люди без, и даже невеста, какого переводчика ему давать. Потому что им по-арабски часто не говорят. Подожди, Таш, то есть правильно ли я понимаю, что если, допустим, мы говорим о каком-нибудь немецком бродяге, тоже без документов, то он так попадает на все штрафы, в тюрьму, все что угодно. А ты представляешь себе полтора миллиона человек, которые совершают преступления, многие из них, куда их засовывать? Хорош, ты в тюрьму его посадишь? Значит, тогда надо будет кормить, поить? И потом на каком основании ты его посадишь? Он совершил преступление. А кто он такой? Он говорит, я не понимаю вашего языка. Приведите мне переводчика. Привели переводчика. Да, хорошо. А где консул моей страны? Нет у нас консул своей страны. А происходит во все городах Германии. А консуль находится, например, где-нибудь там, не знаю, в самых крупных, Бонн, Берлин и так далее. Где маленький городок возьмет тебе консула, чтобы разобраться с этим преступлением? Ну, проще дать ему пятка и выпихнуть обратно. Все. Вот тебе ситуация, которая неразрешима. А теперь ты хочешь их выслать. Куда? Турция сказала, мы их обратно не принимаем, это не наши люди. Какая? То есть страна должна признать, что это ее гражданин. А впереди у тебя море. Через море ты как пошлешь? Ты должен послать их в Турцию или в Ливию. Они прикроют место, скажут, что это не наши граждане. Возвращайтесь обратно. Мы их не знаем. То есть дилемма, которая кажется такой легкой, выпроводить эти страны, не надо было пускать. Вот что сделал Орбан, который сразу понял, не надо пускать. Потом их уже не выпроводишь. Нет юридических оснований. Кто это такие? Даша, у меня вопрос возникает. Скажи, пожалуйста, вот когда только начали в таком количестве принимать беженцев, они вообще соображали, они наперед хотя бы на один шаг думали, если этот человек совершит правонарушение? Что дальше последует? Есть такая, ну, вообще, когда мы говорим, что у нас в стране пропаганда, поверь мне, что мы просто зайчики и светочи демократии. По сравнению с тем, что у меня много друзей среди немецких журналистов, есть Лео Толка, это более-менее вменяемые, которые когда-то раньше работали в ГДР, и которые работают в крошечных газетах. Все мои знакомые из крупной прессы, это просто разговаривать невозможно. Хорошо, Даша, тогда давай мы сейчас после перерыва продолжим говорить о свободной германской прессе. Это очень интересный момент, на который действительно следует обратить особое внимание. Горячие точки Дарьи Асламовой Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда. В студии специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дарья Асламова и ее командировка в Германии, ее исследование этой страны в нынешнем состоянии, я думаю, нам сейчас будет небезинтересно. Потому что мы привыкли к немецкому порядку, и этот порядок действительно себя проявляет. Общим строем журналисты идут в одном направлении. Я сейчас говорю о немецких журналистах, в чем, собственно, Дарья убедилась. Даша, ты начала рассказывать о том, что есть определенный клише, как воспринимается Россия, и тебе приходилось на... Я постоянно попадаю на это, я просто... Да, вот по поводу, значит, Крыма, что, да, мы, значит, под дулами автоматов проводили, выясняется, что они там не были. Дальше идет крик. У вас нет свободы слова, я говорю. Вы в России были? Никогда. Я говорю, а как же вы... Откуда вы это знаете? Everybody knows. Все знают. Говорю, слушайте, everybody knows, это не факт. Скажите мне, пожалуйста, факты, значит, доказательства. У вас все журналисты, которые ругают путность, сидят в тюрьме. Я говорю, назовите хоть одну фамилию. Это абсолютно... Понимаешь, люди, да. Ну, фамилии мы тоже не... Да, вот по поводу, значит, Крыма, что, да, мы, значит, под дулами автоматов проводили, выясняется, что они там не были. Дальше идет крик. У вас нет свободы слова, я говорю. Вы в России были? Никогда. Я говорю, а как же вы... Откуда вы это знаете? Everybody knows. Все знают. Вы слушайте, everybody knows, это не факт. Скажите мне, пожалуйста, факты, значит, доказательства. У вас все журналисты, которые ругают путность, сидят в тюрьме. Я говорю, назовите хоть одну фамилию. Это абсолютно... Понимаешь, люди, да. Ну, фамилии мы тоже не знаем, но это все знают. Вот это вот, это понятие, все это знают. Меня просто в отношении России, ну, это вот... Ну, глаза друг другую чуть не вызрепли. Дальше они говорят, у нас демократия, значит... А я еще говорю, что у вас нет демократии. Я говорю, почему? Я говорю, хорошо. Вы, значит, вы замучили Украину, трамп-парам это пропускаем, значит, говорится. Я говорю, скажите, появление Виктории Нуланд с печеньем на Майдане, это демократично? Они говорят, конечно. Это выражает ее личное мнение. Я говорю, я знаю, вы в курсе, что вообще Виктория Нуланд, это помощник госсекретаря, и более того, дипломат, Марселин дипломат. Опять, еще раз я вас спрашиваю, наводящий вопрос, это правильно было сделано, чтобы прийти с печеньками и помогать оппозиции, имея легитимного закона избранного и признанного Европой президентом? Я говорю, ну, конечно, она же человек, она имеет право высказать свое мнение. Я говорю, а вы знакомы с Венской конвенцией? Они говорят, а что это? Я говорю, Венская конвенция международная предписывает, что дипломаты и вообще государственные люди не имеют права нарушаться, вмешиваться в дела суверенного государства. Это основа дипломатии. Потому что никто не может представить, и Лаврова, который ходит с печеньками, например, раздавая какую-то пророссийскую оппозицию, где-нибудь в любой другой стране мира. Это был бы такой скандал, который просто, ну, это же невозможно представить. Но зато виден в каждой стране европейские послов, которые разгуливаются, дают указания, значит, маленьким державам о том, что им делать, как им делать, как недавний твиттер американского посла, который написал Порошенко, что нужно срочно проводить приватизацию всего, всех государственных средств производства. Значит, вот когда они не знают, что тебе сказать, вот у них начинается вот эта вот вся крыша. Все это знают. Поэтому немецкая пресса, это просто отдельная песня. У них просто, как говорит мой друг, я ее читаю, только для того, немецкий друг, я ее читаю только для того, чтобы понять, они в какую сторону нас хотят зомбировать. И вот чем опасно вот это зомбирование? Потому что, так называемый немецкий Михель, как его называют, не будет немецкого Михеля, он может шагать в любую сторону. Пока же ему маршировать, как Гитлер, в сторону России, он дисциплино поднимется маршировать. Пока же ему маршировать в сторону политической корректности, про зомбиру, он будет маршировать. Потому что то, что я видела, это меня поразило. Я иду для демонстрации во всех странах мира. В Европе, во всяком случае, точно. Демонстрация – это место, где ты приходишь и выражаешь свое мнение. И вот нормальные граждане, еще нормальными гражданами Германии, Пегида, так называемая, ее называют фашистской организацией, причем без всяких оснований, делает митинг, чтобы люди высказались. Ну, спрашивается, тебе не нравится этот митинг? Не ходи на него. Это их право провести митинг против исламизации Европы. Они так говорят – против исламизации Европы. Даже не против беженцев. Выглядит совершенно ужасно. Я была на этом митинге. Меня опустили только под устрелением журналистов. Казали, что вы не пегида, вы не имеете права пройти. Значит, это полиция меня опустила. Нас окружили плотным кольцом полиции. Несчастных этих протестующих было, ну, не говоря, 700, на мой взгляд, человек 500. Нас окружила бешеная, зверская толпа из 5000 человек-либералов в Мюнхене, которые, извини, забрасывали нас в дерьмо. Они врубили такую мощную музыку, чтобы не дать сказать ни слова этим демонстрантам. То есть они беспредельно орали «нации, нации, нации», значит, «нацисты». И они сделали все. Они просто их заглушили и не давали им выходить. Если бы не полиция, их бы порвали вообще на части. Этих несчастных пегидацев, которые называют вообще нацистами. Потом я выяснила, что вся эта пегида, я разговариваю с кучей людей, там оказались русские, украинцы. Там оказалось очень много мигрантов, бывших мигрантов. Там, прости, Китай, например, женат в Мюнхене на китаянке, у него трое детей. Ну, какой нацизм? Какая чистота крови? Значит, очень много людей, которые вот просто смешанных браков пришли. Практически. Там были румыны, там были словаки, там были венгры. Там были люди, которые приехали поддержать из разных стран. Потому что они боятся того же, что боятся немцы. Австриицы и так далее. Там не было вообще... Для меня нацизм совершенно другой понятия. Почему есть нацизм? Они боятся за свою культуру, они боятся за свою идентичность. Они об этом прямо говорят. И не дали сказать ни слова. Я приводила этот аргумент немецким журналистам. Говорю, это правильно? Это демократия? Говорю, ну, наверное, да. Тут, наверное, перебор. Люди имеют право высказать свое мнение. Говорю, так они у вас не имеют право высказать свое мнение. Вот поэтому и случилась Кельнская ночь, о которой я сейчас хочу сказать, откуда вообще, что все пошло и вообще, откуда мир узнал об этой Кельнской ночи. Он бы ничего не узнал. Почему? Дело в том, что, значит, ночь произошла, пять суток была тишина. Кто скрыл все это дело? В эту ночь в отеле «Эксельсиор», это находится прямо на той самой площади, работал, значит, бывший мигрант. То есть его привезли в возрасте шести месяцев с бывшей Югославии. Некий Иван Юршевич, если не ошибаюсь, с фамилией. Сейчас его все-таки найду. Да, Иван Юршевич. Ну, то есть он нормальный немец. То есть его в шесть месяцев привезли родители. То есть как бы, естественно, что для него немецкий родной язык и родная страна. И вот что произошло с этим господином Иваном. Он как раз наблюдал. Поскольку он был охранником, на новогоднюю ночь обычно нанимают дорогие отели много охранников, он был свидетелем всего происходящего на площади. К нему бежали женщины, за которыми гнались. Он не мог покинуть свою позу, он мог бы защищать гостей. Вначале стали нападать на гостей, которые курили, значит, на улице. К ним подходили, глядя сигаретку, там пьяные люди. Он стал отгонять. Потом гостей загнали всех внутрь, их оставили похоронять в ход. Он не мог покинуть свою позу. Стали бежать женщины, за которыми гнались, значит, эти прелестные беженцы, которые считали, что это наши женщины. Они были совершенно пьяны. Он стал драться. Но он мог драться, только не выходя по закону за пределы своей территории. То есть он защищал свою, как бы он может только защищаться. Потом же, не дай бог, ты и забьешь беженца. На тебя же все и повесят. Как на него потом мы пытались повесить, заявив, что он нацист, вообще до него должно голодное дело шить. Он защищал женщин. Я разговаривала с барменшами, одна из них оказалась русская, которая тоже работала на этой площади, нашла где-то площадь с мужем. Благо, как она сказала, муж оказался русский немецк, а русские, прежде всего, бьют сразу в морду, а потом разбираются. Он просто набил морду. Когда подошли вот эти беженцы, она шла с ребенком, он просто набил им морду. Они испугались, убежали. Они стали швырять под ноги петарды. Нашла с маленьким ребенком, они швыряли эти петарды. И то есть, все, что творилось в этой ночью, значит, Иван, значит, с которым я брала интервью, утром получает сообщение от своих друзей, поздравляем с Новым годом, а прошедшая новогодняя ночь, он говорит, просто катастрофа. Они говорят, почему? Прочитайте их завтрашние газеты. Он открывает завтрашние газеты, ничего. Открывает следующую газету, ничего. Новый год был в четверг, если не ошибаюсь. Пятница, ничего. Суббота, ничего. Ксения, ничего. И тут Иван приходит в ярость, что-то пытается замолчать эти события. А он еще, кроме того, что красавец, умница, бывший актер, и там, ну, множество профессий человека, еще снимал фильмы, все время документальные. Он ставит просто камеру, тупо, и дает свои показания на YouTube. Вернее, не на YouTube, на Facebook. Значит, встает Facebook в свободном доступе. На несколько дней их твило 5 миллионов 700 тысяч человек по Германии. Он просто дал показания. Он рассказал, я такой-то, такой-то. Я наработала в эту ночь. И вот они, мои доказательства. Я видела вот это, вот это, вот это. Я вижу, что это пытается дело замолчать. Конечно, на шестые сутки, когда вся Германия посмотрела и взорвалась из этого видео в Facebook, люди стали, то есть у него мгновенно образовалось, там, не знаю, 75 тысяч подписчиков, в общем, в этом духе. Тогда уже немецкая профессия не могла замолчать. Это факт им пришлось посылать к нему же корреспондентов. И началось скрываться, потому что полиция отказывалась, опять же, по тем причинам, по которым я тебе объясняла, принимать дела у изнасилованных женщин. Потому что это люди, неизвестно кто, звать его никак, паспорта у него нет, конкурса у него нет, куда его депортировать и как сажать его, непонятно. И вот именно, если бы не Иван, если бы не этот скандал, никогда бы никто ничего не узнал об изнасилованиях в эту самую кёльнскую ночь. Ну, давай мы все-таки сейчас, после небольшой паузы, обязательно продолжим обсуждать именно эту тему, потому что мы здесь вот смотрим и разводим руками, я говорю, ну что ж там происходит-то, вот что там на самом деле происходит, там это, в Германии, мы и поговорим через 4 минуты. Горячие дочки Дарьи Асламовой Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Горячие дочки Дарьи Асламовой На радио Комсомольская правда В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе. И сегодня в центре нашего внимания события в Германии. Да, действительно, 2016-й для страны начался сложно. Кельнские события, ну и далее. Следующие, одна за другой. Ситуации, которые при всем желании немецкой прессы и властей их скрыть наружу прорываются. Это и девочка Лиза. И немецкая журналистка, которую буквально на глазах у аудитории хватали за грудь и за ее спиной показывали, какие действия мечтали бы эти беженцы в кавычках с ней совершить. Ну, а что думают простые немцы? Вот ведь, Даша, ты же не только в Кельне была, где происходили эти события. Я была в Мюнхене, в Нюрнберге, в нескольких маленьких городках. Очень проехала. В общем, я проехала всю Западную Германию. В Нюрнберге я встречалась с семьей русских немцев. Это глава семьи Алекс Фос. Он бежал в 93-м году от войны в Саджикистане. Его жена Олеся уехала, русская немка уехала из Сибири. Они поженились там. У них маленький ребенок. Это простые люди, которые просто... Вот они, русская семья, семья русских немцев. Они 20 лет живут в Германии. Они совершенно адаптировались, работают, все. Вот мне рассказали, что я переменилась в том же сладком, прекрасном Нюрнберге. Для меня это город-сказка, там, с детства сказки Гоффмана и так далее. Первое, что меня поразило, на шикарном магазине висел плакат. Значит, добро пожаловать беженцы и обязательно привозите с собой свои семьи. Вот этот плакат меня просто поразил. То есть, ну, должна быть какая-то логика, да? Ну, вот прибежал ко мне беженец, я могу его понять. Вот ты отдала ему кусок хлеба, там, не знаю, поделился чем-то. Но ты еще говоришь ему, ты один приехал, но у тебя же там еще 20 родственников. Привози их тоже. То есть, это уже какое-то, ну, самоубийство реальное. То есть, и такое висит на богатых, очень шикарных магазинах, где продают дорогие товары. Добро пожаловать, входите. То есть, эти беженцы часто входят, берут. Да, вот они не что рассчитывают, что они... Они берут товары, не платят и уходят. И полицию заявить нельзя. Ты знаешь, полиция придет, скажет, мы ничего не можем сделать. Совершенно такие очень постоянные факты. У них могут раз что-то обрать эти товары. Даша, ты же не только в Кельне была, где происходили эти события. Я была в Мюнхене, в Нюрнберге, в нескольких маленьких городках. Очень проехала, в общем, я проехала всю Западную Германию. В Нюрнберге я встречалась с семьей русских немцев. Это глава семьи Алекс Фос. Он бежал в 93-м году от войны в Таджикистане. Его жена Олеся уехала, русская немка уехала из Сибири. Они вот, значит, поженились там. У них маленький ребенок. Это простые люди, которые просто... Вот они, русская семья, ну, как, семья русских немцев. Они 20 лет живут в Германии. Совершенно адаптировались, работают, все. И вот мне рассказали, что я переменилась в том же сладком, прекрасном Нюрнберге. Для меня это город-сказка, там, с детства сказки Гоффмана и так далее. Первое, что меня поразило, на шикарном магазине висел плакат. Значит, добро пожаловать беженцы и обязательно привозите с собой свои семьи. Вот этот плакат меня просто поразил. То есть, ну, должна быть какая-то логика, да? Ну, вот прибежал ко мне беженец, я могу его понять. Ты отдал ему кусок хлеба, там, не знаю, поделился чем-то. Но ты еще говоришь ему, ты один приехал, но у тебя же там еще 20 родственников, привози их тоже. То есть, это уже какое-то самоубийство реальное. То есть, и такое висит на богатых, очень шикарных магазинах, где продают дорогие товары. Добро пожаловать, входите. То есть, эти беженцы часто входят, берут. Да, вот они не что рассчитывают, что они... Они берут товары, не платят и уходят. И полицию заявить нельзя. Ты знаешь, полиция придет и скажет, мы ничего не можем сделать. Это совершенно такие очень постоянные факты. У них могут разве что-то обратить, эти товары. Но они будут драться. Далее, что они рассказали, что происходит в городе Нюрмельке? Что изменилось? Во-первых, в школах пропали занятия спорта. Потому что спортзалы отдали под беженцев. Детей стали собирать на специальные уроки о том, как вести себя, если ты видишь большую толпу беженцев, как реагировать. То есть, стараться не смотреть в глаза, отходить в сторону и так далее. Родителям разослали письма, что у девочек даже им специальная одежда, закрытые руки, желательно блюки, чтобы они все были прилично одеты, никаких коротких юбок и так далее. То есть, не работают в некоторых местах бассейны. Потому что бассейны беженцы ведут себя просто, ну, извиняюсь, анонируют некоторые в бассейнах. Это мне рассказывали уже в других историях. У нас свидетели, что увидели такое. Или, например, они врываются в сауны. Там же совместные сауны. Да, там же совместные сауны, конечно. И можно представить себе, что они там творят. Поэтому запретили ходить в сауну. Но в бассейнах у них есть пропуск. Далее. Значит, что происходит в их Нюрмельке? Более того, значит, вот этот Алекс, он работает в крупной фирме. Склады, которые тоже дали беженцам. И вот каждое утро, каждый день видят одну и ту же картину. Живут беженцы. Ну, женщины что-то стирают, сидят. Мужчины играют нарды целыми днями. Или сидят в кружок, садятся в кружок и сплетничают на корточках. Раз в день приезжает немецкая обслуживающая фирма, которая, значит, моет все их туалеты, убирает, пардон, за ними все их дерьмо, значит, моет их комнаты, вот эти залы, где они живут, привозит им еду три раза в день и уезжает. При этом беженцы смотрят на это с глубоким презрением, как немцы убирают за ними дерьмо. И никто никогда им в этом не помогает. И он видит это каждый день. Он не может понять логику. Ты дал людям место, где жить. Может быть, тогда и поручить им вообще ухаживать за этим местом. Может быть, они сами займутся тем, как вообще убирать за собой туалет. Почему это должны делать за свой счет немецкие бюджетные службы в городу? Ситуация вообще безумная, да. Если рассматривать ее вот с такой точки зрения. Он говорит, слушайте, мы тоже были мигрантами, мы приехали 20 лет назад. Мы учили язык, работали тяжко и тяжело. И мы всячески старались убирать законы страны. То есть, если я хочу выпить водку с пельменями, я не буду делать это на улице. Я пойду домой и сделаю, то есть, мне уж сильная тоска по родине ударит. Но мы все старались следовать законам, как они рассказывают русские немцы. То, что происходит сейчас, это полный беспредел. Закрыть детские лагеря, куда возили детей из социально бедных семей. Там тоже живут беженцы. Значит, уже девушки и женщины боятся выходить по одному. Обычно у них компания. Если подсесть в кафе, значит, уже с какой-то компанией. И все это происходит в очень таком тихом месте. Все хорошо. Только там откроют еще два больших лагеря. То есть, два уже открыли, еще откроют еще два больших лагеря. И что они будут делать? Ситуация вот такая безумная, да. Даш, но ведь народ каждой страны имеет право требовать от правительства, чтобы соблюдались, вот то, о чем я говорила, их законные права, как налогоплательщиков. Да. Вот как с этой дилеммой собирается справляться немецкая власть? Что она по этому поводу думает? Что говорит своим гражданам, которые спрашивают ее уважаемые? А почему, собственно, у нас были отобраны права на свободу передвижения, на жизнь, на безопасность и прочее, прочее, если таковое происходит практически во всех городах Германии, где есть лагеря беженцев? Вот почему Германия ведет такую самоубийственную политику? Ну, во-первых, это политика, которая уже, скажем, политика с 30-х годов. Как возник Гитлер, так возник, скажем так, и анти-Гитлер. Его еще называют основателем Европейского Союза. Это австрийский граф Куденхофи Калерги. Он наполовину, на самом деле, австрияк, он, если не ошибаюсь, наполовину японец. Он был сын дипломата, и который, значит, в общем, такой, тоже такое смешанное дитя. И вот этот австрийский граф, для кратко всего, называть Калерги, именно он стал автором теории создания Евросоюза. Это ему принадлежит эта идея. Он говорит о том, что нужно ликвидировать границы, ликвидировать нации, и вместо суверенитета нации создать суверенитет личности. То есть, что уже, ну, на самом деле, суверенитета личности, как мы уже видим, например, Германии, без суверенитета нации не существует. Ну, ему казалось, что это прекрасная идея. Параллельно, как бы, мы видели Гитлера, который боролся за чистоту, значит, расы, арийской крови. А это вот такой, суверенитет, как бы, анти-Гитлер. И он говорит о том, что европейскую расу нужно просто разбавить другими народами. И чем больше мы будем перемешивать людей, тем прекраснее, демократичнее и свободнее будет наш мир. Совершенно не учитывая, совершенно не учитывая культурные, религиозные и так далее традиции, которые сталкиваются, и одна нация начинает пожирать другую. Вот и все. Этот факт совершенно не учитывался. И вот он мечтал о том, что, вот цитирую его слова, что будущая евразийско-негроидная раса, похожая на древнюю египетскую, заменит разнообразие народов разнообразием личности. При этом теория его остается все-таки расистской, потому что он делит человечество на людей количества и людей качества. Люди количества – это обыкновенные люди, а люди качества – это евреи. Он считал, что евреи должны стать руководящими элитой Европы. И есть даже почетная медаль в его честь. Он считал, что евреи – это духовные лидеры человечества, поэтому они должны править миром. А остальные – это люди количества, которые должны подчиняться их благородным идеям. И, кстати, вот этой медалью у Кулинаховой к аллергии, почетной, награждена госпожа Меркель. Поэтому, почему госпожа Меркель ведет такую политику? Собственно, это вся политика из тех 30-х годов и мечты, как мы всех перемешаем. И мы получим массу, которой легко управлять. Но сейчас, насколько я понимаю, управлять-то не получается даже той массой, которая в Германию прибыла. Потому что она никому не подчиняется. Она не отвечает перед судом и следствием, перед законом. У меня вот интересно, Даша, а что защитники прав сексуальных меньшинств по этому поводу думают? Мне просто вот… Заткнулись, никого не слышно. Вот удивительно, понимаешь, вот всегда, как только возникала какая-то проблема, связанная с ними, ущемлением каких-либо их прав, то тут же мировое сообщество… Мне кажется, что они в тихом ужасе замерли, потому что никто этого не потерпит, никаких геепарадов и прочего. Да ладно геепарады. В многих странах, из которых прибыли эти беженцы, из-за мужеложества вообще-то смертная казнь. Смертная казнь, да. То есть у них уже в голове сидит, и оттуда это не выбить, что это противно всем природным законам. Да, законам и божественным, поэтому это подлежит, да. Да, да, да. Потому что побитие камнями, мне, конечно, этого дико не хочется желать в Германии, но побитие камнями, по-моему, уже не за горами. Это самый такой легкий вариант, да. Кстати, я не вижу особо сейчас расцветающих геепарадов в Германии, как это они все затихли, потому что, наверное, им очень страшно. Они знают, как на это среагируют. Ну, если у нас сейчас так время переживает. Да, небольшой перерыв, да. И мы продолжим потом, потому что, естественно, очень важная тема, зависимость Германии от Америки. Что такое Германия, да. Что она из себя представляет, и действительно ли это самостоятельное государство, как в политическом, так и, ну, наверное, теперь уже можно говорить, и в идеологическом плане, об этом через 4 минуты. Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда». В студии специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дарья Асламова, и сегодня мы пытаемся понять, что же происходит в Германии, почему Германия именно так реагирует на поток беженцев, и с чем это связано. И вот о политической зависимости от Америки мы сейчас начали говорить. Даш, ну, у меня возникает вопрос, но ведь мы помним, да, падение Берлинской стены, воссоединение Германии. И как же в таком случае вот эти сферы влияния тогда Советского Союза, ну, России, да, и Америки слились в одну сферу влияния Америки на Германию? Мы-то что? Мы-то где? Мы-то как? Ну, мы-то были идиоты, это уже другой вопрос, да. Да, это понятно. Что произошло? Мирный договор не был подписан. И вот не подписан до сих пор. Каждый немецкий канцлер обязан до принятия присяги подписать так называемый канцлер-акт. Это секретный документ, строго секретный. Свяжение его вообще хранилось там в полной тайне. Пока мне рассказал министр по особому поручениям Эгон Барр, вот такой человек, он сказал, что он видел его собственными глазами. Кстати, он вскоре после этого умер. Ну, поэтому он знал, что умирает, и поэтому и сказал, зная, что терять ему уже нечего. Этот самый канцлер-акт, в нем написано четко, почему он секретен, что немецкий канцлер напрямую подчиняется американскому конгрессу президенту Америки и ничего не может сделать, что повредило бы интересам Америки. Поэтому, с точки зрения, есть еще тайный секретный договор от 49-го года между союзниками Западной Германии. В ту пору, который включает в себя владение союзниками немецкими газетами радиотелевидением до 2099 года. Тебе не удивляет, почему? Нет, теперь нет. Почему немецкие журналисты говорят сплошными клише, и вообще они сделаны по одному лекалу? Потому что их всех берут на работу, задавая там правильный вопрос. Как вы относитесь к Америке? Это прекрасно, неукротическая страна, символ демократии. Мы-то где? Мы-то как? Ну, мы-то были идиоты, это уже другой вопрос. Да, это понятно. Что произошло? Мирный договор не был подписан. И вот не подписан до сих пор. Каждый немецкий канцлер обязан до принятия присяги подписать так называемый канцлер-акт. Это секретный документ, строго секретный. Свяжение его вообще хранилось в полной тайне. Пока мне рассказал министр по особым поручениям Эгон Барр. Вот такой человек. Он сказал, что он видел его собственными глазами. Кстати, он вскоре после этого умер. Ну, поэтому он знал, что умирает, и поэтому и сказал, зная, что терять ему уже нечего. Этот самый канцлер-акт, в нем написано четко, почему он секретен. Что немецкий канцлер напрямую подчиняется американскому конгрессу президенту Америки и ничего не может сделать, что повредило бы интересам Америки. Поэтому, с точки зрения, есть еще тайный секретный договор от 1949 года между союзниками Западной Германии. В ту пору, который включает в себя владение союзниками немецкими газетами, радиотелевидением до 2099 года. Тебе не удивляет, почему? Нет, теперь нет. Почему немецкие журналисты говорят сплошными клише, и вообще они сделаны по одному лекалу? Потому что их всех берут на работу, задавая там правильный вопрос. Как вы относитесь к Америке? Это прекрасная демократическая страна, это символ демократии в мире. Как вы относитесь к конфликтам в Лижнем Востоке? Как вы относитесь к России? Их отбирают по этим критериям. Это так называемая селекция. Поэтому им даже цензура не нужна. У них уже сама цензура в голове. Более того, этот договор включает хранение золотого запаса Германии в США. О чем уже давно известно. Просто как-то Германия попыталась его попросить и получила большую фигуру. Ну, это самая экономическая безопасность. Да, да, да. Все. Поэтому, согласно этому договору, Германия не является свободной стороной. Это оккупированная официальная территория. Что касается ГДР, тут происходит полный абсурд. Если Америка оккупировала ФРГ, то мы как бы считались не владельцами ГДР. Ну, это был наш соцлагерь. Скажем так, кураторами. Кураторами, да. Назовем так. Дальше мы совершаем полный идиотизм и выводим оттуда войска. При этом западные НАТО не выводят войска из Германии. А даже более того, усилится, сдает новые базы. То есть это нужно быть, конечно, сильным. Ну, за что-то же надо было Нобелевскую премию миру давать. Да. Ну, и за это в том числе тоже. Дальше. И дальше получается абсурд. Америка оккупировала ФРГ, а ФРГ после вывода советских войск оккупировала ГДР. И надо сказать, что эта граница существует до сих пор. Немцы, восточные и западные, ненавидят друг друга. Почему? Потому что, когда восточные немцы решили отдать свою страну под полное владение ФРГ, когда ГДР ушло под ФРГ и Старой общей Германией, что они имели? Они имели крупнейшее производство, которое можно было просто модернизировать. У них были рабочие места, у них была социальная помощь просто абсолютно гарантированная. У них были бесплатные поездки по всем профсоюзам на рассмотрение. Ну, потому что они, да, жили по законам соцслабия. Да, бесплатное здравоохранение, всё. Их ограбили просто до ниточки. Потому что в ФРГ не нужны были конкуренты предприятия в ГДР. Зачем было вкладываться в модернизацию или в какую-то изменение предприятий, которые были очень мощными? Их лучше было разорить. Их разорили до чисто. Рабочих мест в Восточной Германии практически нет. Вот почему именно Восточная Германия выступает так яро против мигрантов. Потому что движение аппетита зародилось вообще в Дрездене. И вот почему они проводят каждый понедельник мощнейшие митинги по много тысяч человек. Потому что они понимают, что им это несёт. Более того, у них были прекрасные сельскохозяйственные земли. 40% земель теперь принадлежат иностранцам. И все они засеяны семечками ГМО. Это геномодифицированные структуры. Их производит Америка. То есть страна... Вот это вот... Если говорить об отдельной стране, то Восточная Германия потеряла всё. И потому что Восточная Германия этого Западной Германии никогда не простит. И между ними идёт этот незримый барьер. Если вы можете Восточной Германии найти вменяемых людей, то в Западной вы их уже не найдёте. По отношению я имею в виду к миграции. У них институт самохранения сильнее. И вот, кстати, опять я снова удивляюсь политологам, с которыми я говорила ещё в сентябре этого года, которые предсказали, что и войну России с Турцией, когда ещё даже не был сбит русский самолёт, и захват полностью оккупированную Европу, и разделение Европы на Восточную опять и на Западную. А я писала эти интервью ещё в сентябре этого года, и что Восточная Германия тоже разделяется на две части, на Восточную и Западную, как и было в те времена. Именно одной из причин это будут беженцы. Так что, вот как видишь, ты знаешь, мне так иногда даже страшно, потому что это все предсказания были даны мне буквально несколько раз на фальтуру, 5 месяцев назад. Даш, но ведь должна же Ангела Меркель каким-то образом объяснять народу, зачем столько. Она подписала канцлеракт. Это я понимаю. Но это, что называется, да, их там договорённости с Америкой, народу надо же как-то объяснить, почему надо принимать беженцев, почему они нужны Германии, почему они важны Германии, и почему без беженцев не обойтись. Вот мне интересно, что за версию выдвигают? Они выдвигают версию, что население наше стареет, что эти беженцы начнут прекрасно работать, они впишутся, значит, в структуру, мы получим дешёвую рабочую силу. Это абсолютная фигня, потому что мы с тобой даже завели диалог из Германии, когда ты мне спрашивала, ну как же вот турки же как-то вообще, они вот турецкая миграция, они пытались ассимилироваться, да. Они не ассимилировались, турки, они просто живут в своей гетто, где у них есть свои кебабочные, свои отели, свои кафе, свои магазины для своих, только для своих. Это абсолютно, это районы гетто, они не вписываются в структуру, несколько человек, ну какая-то доля процента естественной интеллигенции вписалась, выучила прекрасно немецкие, стала частью интеллигенции немецкой. Но большая часть населения – это турецкие гетто, ну это ещё культурные турецкие гетто, как минимум там, они считаются криминальными районами, но это, извините, даже никакое сравнение не идёт, что будет, когда беженцы получат свои гетто, например, из Афганистана и Пакистана, или, например, из Африки. А мне трудно представить, какой там будет уровень криминализации, если так называемые приличные турки – это самые криминогенные, не так правильно выражаться, самые опасные районы городов Германии. Поэтому им сейчас говорят, что это будет дешёвая рабочая сила. Конечно, уже всё понятно, что никакой дешёвой рабочей силы не будет, работать никто не собирается, да и как бы работать, это надо, например, хотеть работать, во-вторых, вписаться в среду, выучить язык. Это колоссальные затраты, потому что, например, вот простой лагерь, в который я не зашла, куда меня пустили, где тысяча человек сидит, он один из множества. Я разговаривала с мальчиком Селисой, который мне сказал, я сижу шесть месяцев, только вчера нам дали учителья немецкого языка. Потому что их нету, нету, в таком количестве людей, это должен быть человек не просто учитель немецкого языка, а учитель немецкого языка для иностранцев. Их очень мало. А нужна, как мне, группа не больше 20-30 тысяч человек. И тебе представь, полтора миллиона человек, где найти учителей? Их просто нет. Он говорит, всё, что я делаю. Говорит, парень, я сижу, он говорит по-английски, шесть месяцев. Нет, я рада всем дают еду. Она, конечно, не очень, но жить можно. Не выдают 20 евро на сигареты. Нет, больше всего, 200 евро на сигареты. Мы выдают. Там же сигареты 5 евро, я перепутала. Это 3 блока сигарет. Семьям выдают ещё деньги на детей. То есть, если, ну, говорит, я одинокий человек, мне выдают только 200 евро. А обычно семьянинам выдают 620. А я тебе скажу, есть минимальная пенсия в Германии, 500. То есть, сравнивать, что чувствуют вообще пенсионеры. А жить на эти деньги невозможно, потому что снимать квартиру – это больше 1000 евро. Коммунальные платежи невероятные. Поэтому вообще даже сравнивать нельзя. Вот что чувствуют немецкие пенсионеры в такой ситуации. И нет у Германии таких средств, чтобы обеспечить всех. Учителями. И хотя бы надо обучить. Нужно люди, психологи, которые будут работать с ними на их языке, объяснять им законы, порядки, правила. Что, извините, не надо нонировать бассейн. Не надо в него какать. Они это делают. Но они делают это не потому, что они этого не знают, а потому что они хотят просто нагадить чисто людям, показать, что мы вас презираем. Не надо хватать женщин. Не надо их насиловать. Если женщина раздетая, она вовсе не проститутка. Если у нее короткая рюк, она тоже не проститутка. И вот это вся... Кто-то должен сидеть, объяснять и работать с людьми. А их полтора миллиона. И что сделать? Где найти такое количество людей? Да, ну посмотрим, как будет дальше развиваться это противостояние европейского мира и тех, кто приходит туда насаждать свои порядки, свои законы и свою религию. Ну, а значит, Дарья Славова вполне вероятно в одну из европейских стран и отправится в следующий раз. Ну, а значит, придет к нам в студию и об этом расскажет. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Славова и я, Елена Афонина, были с вами. Спасибо. Горячие точки Дарьи Славовой Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Ай да, Арасланов! Ай да, сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с девяти вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. Человек. И тебе представь, полтора миллиона человек, где найти учителей? Их просто нет. Он говорит, все, что я делаю. Говорит мне этот парень. Я сижу, он говорит по-английски, шесть месяцев. Мне три раза в день дают еду. Она, конечно, не очень, но жить можно. Мне выдают 20 евро на сигареты. Нет, больше всего 200 евро на сигареты. Там же сигареты 5 евро, я перепутала. Это три блока сигарет. Семьям выдают еще деньги на детей. То есть, если я одинокий человек, мне выдают только 200 евро. А обычая семьянина выдают 620. А я тебе скажу, есть минимальная пенсия в Германии 500. То есть, сравни, что чувствуют вообще пенсионеры. А жить на эти деньги невозможно, потому что снимать квартиру – это больше 1000 евро. Коммунальные платежи невероятные. Поэтому, вообще, даже сравнивать нельзя. Что чувствуют немецкие пенсионеры в такой ситуации? И нет в Германии таких средств, чтобы обеспечить всех. Учителями. И хотя бы надо обучить. Нужны люди, психологи, которые будут работать с ними на их языке. Объяснять им законы, порядки, правила. Что, извините, не надо нонировать бассейн. Не надо в него какать. Они это делают. Но они делают это не потому, что они этого не знают. А потому, что они хотят просто нагадить, вот, чисто людям, показать, что мы вас презираем. Не надо хватать женщин. Не надо их насиловать. Эти женщины, если женщина раздета, она вовсе не проститутка. Если у нее короткая юбка, она тоже не проститутка. И вот это вся, вот это... Это кто-то должен сидеть, объяснять и работать с людьми. А их полтора миллиона. И что сделать? Где найти такое количество людей? Да, ну, посмотрим, как будет дальше развиваться это противостояние европейского мира и тех, кто приходит туда насаждать свои порядки, свои законы и свою религию. Ну, а значит, Дарья Асламова вполне вероятно в одну из европейских стран и отправится в следующий раз. Ну, а значит, придет к нам в студию и об этом расскажет. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова и я, Елена Афонина, были с вами. Спасибо. Горячие точки Дарьи Асламовой Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет.